на ремонте вот такой блок питания frying. написано 430 ватт. здесь всего лишь 20 ампер по 12 вольт. показать хотел что очень очень грязный. перегрев тут явно был. но проблема не в этом. проблема в том что видно много конденсаторов он включается буквально несколько секунд и выключается. видно что вздувшийся конденсатор. уже видно что его кто-то ремонтировал потому что вот так как-то криво стоит предохранитель. предохранитель не срабатывает. не сгорает. с этим все в порядке. входные конденсаторы не вздувшиеся и это хорошо. ну и думаю что если поменять вот эти вздувшиеся конденсаторы тут буквально их два. что радует. два вздувшиеся конденсатора. сначала надо конечно от пыли все хорошо отмыть и пропылесосить. вентилятор нужно хорошо вычистить. потому что он в таком плачевном состоянии. ну и затем разбираем и меняем конденсатор. вот так я выпаял оба конденсатора вздувшихся. вздулись один сильно другой не так уж сильно. вот этот на 1000 мкФ 16 вольт. а этот на 1000 мкФ 10 вольт. подбираем новые или выпаяем откуда-то в целые. тут уже по разному. у меня есть новые заказанные. впаиваем и проверяем на работоспособность. я подобрал конденсаторы. у меня даже получилось немножко избыточные. вместо 16 вольт я 25 подобрал. а вместо 1000 на 10 вольт поставил 2000 на 10. вот такие были у меня. проверил конденсаторы в порядке. впаял все. теперь есть потребность проверить сам блок питания. проверяем очень просто. как обычно. нужно поставить на место. включить 220 и в основном шлейфе замкнуть зеленый вот этот зеленый и черный проводок. вот здесь. и это будет старт. ну сейчас все покажу. ну что же я подключил 220 к блоку питания. как и говорил на фишке обыкновенной перемычкой. замыкаю зеленый и черный. так сам компьютер его включает. любой черный. зеленый тут один. любой. любой черный проводок. он тут и слева и справа. сейчас посмотрим. он завелся. раньше тоже включался. завелся. видите вращается вентилятор. раньше он тоже заводился. но сразу выключался. сейчас включается. сейчас пока не выключается. проверю напряжение. какие он выдает. поставлю. значит 1 на черный. и буду смотреть. значит 5 вольтовый 5 дает. 12 вольтовый 12. ну как бы. есть 3 вольтовая линия. в принципе. минус какой-то. минус 3. еще у нас тут еще есть где-то должно быть минус 12. все выдает. теперь осталось поставить на компьютер. посмотреть будет ли он держать нагрузку. ну собственно ремонт блок питания произведена. собственно значит и ремонт того компьютера из-за блока питания не запускался. или даже стартовал буквально секунду. вентиляторы включаются. и снова выключается компьютер. вытащил я перемычку. блок питания выключился. теперь устанавливаю на блок на компьютер. и компьютер будет отремонтирован. ну что же чем все закончилось. я таки отремонтировал блок питания фрайм ком. в самом блоке питания вышли из строя выходные конденсаторы. повздувались. я их поменял. видео есть. смотрите отдельно. поставил. включил. все работает. подключил монитор. вот он стоит. сейчас вот так. все работает. уже загрузился. windows немножко получается. но неважно. windows уже загрузился. все системы работают. и так всего лишь два конденсатора которые там повздувались. нужно было поменять. и компьютер как новый. подписывайтесь на канал. увидите что на самом деле не сложно ремонтировать. чаще всего не сложно ремонтировать технику компьютерную. как это делать вы сможете увидеть на моем канале. увидимся на канале. всего доброго.